Пока в мире бушует пандемия, коронавирусы и все страны пытаются создать вакцину от смертельной бациллы в Казанском федеральном университете, во главе с профессором Института фундаментальной медицины и биологии Альбертом Резвановым протестировали переболевших COVID-19 на наличие антител. Благодаря этой процедуре определяются доноры, впоследствии у которых берут плазму для переливания тяжелобольным пациентам с COVID-19. Это пациенты с подтвержденным диагнозом, только они могут стать донорами. Мы используем так называемый иммуноферментный метод ИФА, то есть когда берется образец крови, выделяется из этого образца плазма или сыворотка, то есть отделяются эритроциты и с помощью специальных иммунологических методов определяется наличие антител против вирусных антигенов. Тест-система КФУ выявляет антитела, которые связываются с S-белком коронавируса, благодаря которому вирус получил свое название. Именно он связывается с рецептором клетки на ее поверхности. Таким образом антитела к этому белку могут препятствовать взаимодействию вируса с клеткой, нейтрализуя вирус. Плазма напрямую используется для лечения, то есть это как естественное лекарство, так как оно содержит антитела, блокирующие вирус. На данный момент нет специфических лекарств, которые бы действовали на коронавирус. Вся терапия, которая сейчас проводится, это по сути своей симптоматическая терапия, просто чтобы постараться не дать человеку умереть и помочь организму справиться с инфекцией. Пока пандемия гуляет по планете и половина населения Земли сидит на самоизоляции, разработка вакцины от COVID-19 продолжается. И хочется верить, что совсем скоро болезнь будет побеждена и мир снова станет прежним. Лилия Баталова, Фарид Захитуглы, Универньюс.